здрасте ну вот так вот официально здрасте и все смотрите у нас сегодня разговор будет достаточно серьезным и будем говорить про маршруты маршруты или роутинг по-английски это как раз одна из самых важных вещей и мвс и то на чем я строю свое приложение которое называется только факты чуть позже пару-тройку слайдов о том что это за приложение из чего она состоит и для чего она вообще создается я бы хотел раз мы говорим про факты давайте вот вам вот такой вот факт правда да ну а теперь мы поехали дальше предыдущем видео допустила плошность и спасибо что есть очень хорошие зрители которые видят все что происходит на экране и пытается понимать код и я еще раз говорю спасибо это очень приятно конечно же в сто семьдесят шестой строчки я сделал место continue return и естественный метод работает неправильно то есть как только появлялся первая какая-то давайте покажу наверное смотрите я показывал прошлом видео что у меня вот создается факт один и потом делается save change и на роллбеке в общем я попадал вот в этот метод где он давайте поставлю бряку вот сейчас у меня стоит здесь и return давайте так прям прям запусть запустить хочу и показать что я действительно был неправ ну просто так так иногда случается как говорил одна моя знакомая проститутка и про старуху бывает порнуха давайте я запущу и покажу я создал специально два факта у каждого из них есть теги и в общем то я их добавляю их сразу в range и делаю save change правда потом откатываю но это собственно говоря неважно таким образом когда система попадет сюда сейчас она все-таки сюда должна попасть да это мне не нужно и сверну вот смотрите попала система при старте это чисто для демонстрации вот у меня первый факт второй факт вот я добавляю range а вот я делаю save change и смотрите у меня есть сущности кстати обратите внимание что у меня этих сущностей на самом деле не шесть как могло бы показаться а немножечко побольше то есть есть ну давайте вот так вот покажу есть факт тег который связка и здесь факт то есть немножко побольше их каждый факт связан с тегом через факты в общем суть сводится к тому что я нажимаю в 10 не у меня первая сущность она аудита был она называется факт вот я пошел 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 давайте нажимой в 10 в общем обработка завершилась вот пошла вторая сущность и она уже тоже видео она она тег и а да вот она уже не является аудита был наследником и у меня делается ретурн и все я выхожу из системы и в общем то до свидания ну да вот так вот бывает поэтому следите за за своими руками если так можно выразиться ну а теперь я это все конечно же откачу уберу и мы забудем это как страшный сон в общем если кратко о проекте то это перепись переписка старого проекта с мвс на новое спадут нет кор используем новых технологий используем подходов и в общем-то библиотек сборок и я хочу поделиться своим опытом тем что я делаю как я делаю но от вас с вашей стороны жду фидбэк в общем пишите комментарии ставьте лайки что обычно делается вот в общем-то в общем как-то вот так вот итак коллеги перед вами проект в общем то давайте запущу покажу что он находится в зачаточном состоянии и самое главное перед тем как начать делать какую-либо разметку нужно определиться с тем по нажатии определенных ссылок то есть при вызове каких-то определенных урелов куда будут попадет попадать ваши пользователи но вот данный вариант показывает что мы приходим на контроллер и его здесь нету здесь у нас привиси работает я все веду к тому что каждый этот урел который открывается он собственно не обрабатывается каким-то роутом менеджментом если хотите который определяет какой контроллер запустить и какой в нем метод вызвать и все это определяется буквально вот в этом месте на данный момент да мы говорим что у нас есть контроллер мы говорим что у нас есть экшен идентификатор он стоит с вопросом значит опциональный сейчас это работает из коробки то есть это было в шаблоне и по этому принципу работает собственно грям практически все шаблоны более того есть другой вариант определения роутинга это через атрибуты но зачастую это чаще всего используется в web api тем не менее я буду использовать этот подход потому что он как бы мне подходит и под мне подход подходит круто ну в общем для начала что нужно определиться давайте уберу лишние штуки мне это не нужно это было в демонстрации ошибки теперь я это убираю и вот я к чему вот этого тоже нужно убрать вот я к чему веду смотрите у меня есть страница которая называется индекс которая давайте я запущу проект которая предполагается будет показывать постранично факты при нажатии на один из факт меня будет переход на другую страницу так вот вот эти вот переходы нужно запрограммировать на данный момент у меня здесь никаких обработок нет и надо понимать что у меня вот эта страница home слэш даже без home я попаду сюда же и если я теперь наберу home индекс нажму enter я тоже попаду сюда же то есть система роутинга работает таким образом что если вы не указали по умолчанию контроллер и или метод то она переводит вас на главную страницу ну в общем то вот собственно говоря что и происходит так вот если я хочу на этой странице давайте вот так покажу смотрите у меня по умолчанию есть параметр который называется айди ну во первых это даже не столько фишечка сколько давайте поставим бряку смотрите давайте начнем самого начала я хочу переименовать этот контроллер и я хочу чтобы он мне назывался сайт ну просто сайт мне вот больше по подходит для того чтобы полностью переименовать мне нужно и в южке переименовать то есть контроллер во вью так я сейчас момент один так переименовать сайт интер до сработал и в общем то теперь у меня в южке работает я теперь запускаю и система моя падает как вы видите у меня не отработал мой самый контроллер потому что система не знает что он и где он находится все определяется вот здесь если здесь поставлю сайт ну и для приличия поставить здесь сайт это не изменится сайт мне как был так и останется она и она home возвращаться не буду то есть у меня сейчас система узнает что нужно открыть мою ту самую дефолтную страницу отлично и теперь существует вопрос что такое айди и давайте я вам покажу что такое айди айди это optional параметр который помечен вопросом значит его можно ставить или не ставить система его будет или не будет искать и работает она по такому принципу я напишу айди так как он мула был я поставлю ну поставлю здесь бряку нажму их 5 система запустилась попал в бряку то есть у меня бряка хитнулась и теперь если я поставлю сайт слэш и индекс слэш ну пусть будет 4 у меня смотрите в айди поставил 4 то есть первый вариант я могу вот этот айди использовать какой page и индекс и пара кидать его дальше туда во внутрь во все свои методы это будет как бы нормально жить и существовать но все начинается с того что давайте покажу эту самую фишечку например я хочу чтобы у меня было page и соответственно раз я поменял параметр я должен здесь его поменять также пейдж угадайте что мне сейчас будет нет помимо того что сайт запустится а вот с этой как раз и не запустился а почему а потому что вот это слово page она зарезервирована она также как и контроллер как action является в системе предопределенным и если допустим поставлю п и соответственно в контролере поставлю п и снова запущу что дальше будет правильно сайт запустится сайт запустится сайт запустился и я попаду в этот метод естественно с пустым параметром и теперь построю тот самый маршрут который называется road индекс и даже слэш пусть будет 44 как видите по равно 44 отлично работает в общем не забывайте что page предопределенное слово на него часто попадается и я собственно грей и сам достаточно часто в это попадаю и так суть сводится к тому что мне нужно определиться на основании тех требований которые я сделал мне нужно сюда поставить не только page мне нужно чтобы в главный метод моего сайт попадал page ну пусть будет индекс потому что page нельзя а еще мне нужно string это будет название тега а еще мне нужно string который будет но когда-нибудь строка поиска как я в принципе определялся ранее и суть сводится к тому что я род когда построил теоретически я должен его построить таким способом чтобы у меня здесь был так ну конечно же фигурных скобках запятая и еще я могу построить здесь search но смысле поиск и когда я запущу это всю штуку она конечно же запустится но вот параметры туда-сюда уже как бы не заработают на самом деле возникнет некоторое количество проблем ну вот уже возникло некоторое количество проблем в общем то система говорит что у меня сайт не найден вы вернее вот так вот он найдется и заработает а даже так не работает круто ну наверно потому что я их не поставил как необязательные и это очень важно давайте их поставлю как необязательные потому что система пытается road поставить в точное совпадение а так как они поставлены без вопроса значит обязательно если обязательно не не заданы в общем получается фигня ну вот сейчас у меня все параметры необязательные система хитнула breakpoint я попал на нужную мне страницу и теперь давайте давайте поиграемся с этими параметрами индекс сайт попал отлично теперь так что-то мне тут все подъезжало давайте заодно поправим ну ладно попом попозже давайте здесь поставим какой-нибудь теперь индекс 4 я сюда попал у меня page индекс не попал то есть получается что не получается так один момент я наверно к забыл здесь написать page да конечно писал shift f5 page индекс это во-первых во-вторых давайте поправим разметку по ходу дела так здесь у меня контейнер да у меня здесь вот эта штука не попала вот в эту штуку иди ровным так давайте запустим так мы сюда попали теперь ставим слэш сайт пусть будет индекс попали теперь попробуем поменять страницу пусть будет 5 индекс у меня 5 а теперь давайте попробуем добавить так добавим так пусть будет так какой-нибудь ну пусть будет так равен так это действительно так и самое интересное начнется когда мы добавим строку для поиска но пусть будет какой-нибудь не ну так наверное можно давайте так вот на именование не я у меня есть такой тег и поиск например на вот допустим сна какой-нибудь знач смотрите сейчас у меня road попал целиком совпало все у меня страница есть тег который якобы называется наименование есть пусть поиск по поле то есть search параметр пришел но теперь смотрите самое интересное допустим у меня не первая страница а допустим страницы вообще нету я попал но у меня теперь тег сместился поиск был search теперь у меня так знач не совсем то что я хотел а если я отсюда уберу теперь наименование нажму enter у меня тег 0 поиск 0 значит но вообще ничего не пришло то есть параметры в роут и не пришли потому что у меня таких параметров нет то есть она попыталась snatch превратить в индекс и таким образом получилось что собственно грени получилось так вот когда вы строите систему mvc это очень важно понимать как работают роут я на секундочку установлюсь и расскажу значит система роутов это грубо говоря система шаблонов то есть вот эти паттерны которые просто в очередности записанная в этом месте то есть другими словами давайте прям покажу у меня вот этих паттернов может быть ой то есть вот этих шаблонов таких роутов вот так вот их может быть сколько угодно и система перебирает их в порядке регистрации и первый сработавший соответственно создает контроллер находит не экшен передает параметры запускает контроллер и срабатывает этот экшен есть ли у меня система пройдет и ни один из указанных шаблонов не найдет у меня будет ошибка 404 что вы собственно говоря и видели таким образом для того чтобы начать делать какую-то разметку это будет скорее всего следующем видео нам нужно сначала определиться по каким url каким ссылкам будет ходить пользователь и соответствии с этим какие url мы будем втыкать там при переходу между вот этими страницами этого сайта но и как вы понимаете вот эта концепция не работает потому что если значение nullable то сюда тег и search nullable тоже подпадают под эту концепцию то есть получается что не получается и вот с этим нужно бороться но на самом деле тут нужно всего лишь на всего понять в какой последовательности какой road искать и при первом попадании открывать собственно говоря его система будет однозначно ну для того чтобы мне с этим определиться давайте сначала нарисуем эти все собственно говоря вот эти роботы по которым будет ходить пользователь давайте порисуем так сказать фигурально выражаясь visual studio код и немножко увеличу масштаб чтобы было виднее так у нас есть контроллер сайт и экшен называется индекс дальше у нас может быть сюда подходить какая-нибудь страница до номер страницы 6 а еще я могу сюда добавить тег ну какой-нибудь там слова и еще я могу к тегу добавить search ну например искать все столицы начинающий то есть тег столицы поиск вести там начинается на норвегия в смысле но в смысле лондон дало и вот в таком варианте у меня вот этот маршрут работать не будет потому что у меня явное совпадение маршрутов ops вы их вы их видите вот уже прям здесь и я делаю обычно таким способом я разворачиваю маршрут немножко по-другому чтобы у меня сюда не попали page индексы теперь они выглядят уникально но опять же я подразумеваю вернее я подозреваю что будет вопрос а если у меня так будет числом ну во первых так у меня числом никогда не будет а во-вторых другой вопрос есть ли у меня система подумает что вот вот такой вариант вот это и вот это но без числа то есть вот эти два маршрута вот я их выделил вот эти вот два они теоретически как бы выглядит как одно и то же и единственный способ выйти из этого вопроса из этой проблемы это всего лишь на чтобы сказать что page индекс у меня всегда int ну то есть целочисленное значение а так это всегда строка и в таком варианте у меня все маршруты будут работать как я захочу и в общем то теперь мне осталось на самом деле всего лишь навсего это все реализовать давайте это реализуем ну и для начала так давайте сделаем для удобства чтобы файлы назывались так как называется классы здесь я сделаю такую штуку вот таким вот образом view да то да вот здесь она равна будет page page индекс ну чтобы не было необходимости в бряку падать здесь будет соответственно так и здесь будет равно соответственно все и соответственно вот здесь у меня тоже должны быть какие-то значения в данном случае индекс так и пусть будет все так скопирую и и давайте теперь где у меня индекс страницам галим лишнее я поставлю вот так и здесь в начале тоже поставлю чтобы можно было определиться что это как раз так вообще точки запятой не нужны но наверное единственное что они у нас клеится в одну давайте сделаем по умножить на 3 и вот таким вот способом я их сейчас раскидаю прям вот как то так в общем давайте запустим и для начала проверим что они у нас не работают так breakpoint я так и не убрал да нет не убрал давайте сразу беру ага вот я на него и попался и теперь если я перейду в сайт индекс отлично тишина и допустим страница будет у меня 34 вот она появилась но только мы не знаем что это за страница ну ладно неважно давайте остановим проект и отлично так вот я сделаю контрол в двоеточие здесь напишу так двоеточие и здесь напишу так же чтобы было удобно так это мне больше не потребуется но здесь что здесь самого начала я обычно делаю таким способом я оставляю по умолчанию то есть у меня здесь айди машу по умолчанию который собственно игра создается самого начала в шаблоне и на основании этого 90 процентов страниц будут работать у меня так как они должны работать то есть попадать в этот шаблон ну а те которые я сейчас специально для индексов специальным видим мы буду создавать они уже будут предопределены и работать немножечко по-другому и так во первых у меня здесь будет page индекс и я здесь скажу что это индекс название маршрутов не должны совпадать во первых индекс у меня здесь может быть только инт в общем то на сайте microsoft есть описание что такое constrain и как их подставлять данном случае . двоеточие и тип и давайте сразу запущу так мне теперь брейк поинтам не нужны но тем не менее мы проверим нажимаем впитать да смотрите у меня индекс 34 отобразился теперь я допустим попробую поставить какое-нибудь текстовое теоретически у меня индекса нет то есть это как query параметр ничего не значащий и это чудно и замечательно дальше переключаемся останавливаем то есть этот вариант у меня уже будет работать теперь мне нужно сюда добавить еще один маршрут который как я говорил должен быть иметь уже в общем то этот самый так так у меня будет альфа и будет через слэш то есть если у меня к странице на им добавится тег он будет идти до индекса то есть до страничного индекса проверяем нажимаем нажимаем f5 ну как видите не работает а если поставлю 5 а не сработал просто я не успел подождать ну таким образом смотрите если я напишу тег ну пусть он как-нибудь так называется просто вот у меня тег появился теперь поставим тег и номер страницы отлично появился теперь вот такая вот хитрость штука давайте я напишу тег мне они есть по-русски ну пусть будет такая штука вот видите у меня уже эта страница не найдено суть вот в чем на самом деле microsoft как обычно обо всем подумала но не про россию то есть альфа подразумевает формат который работает вот таким вот способом от а до z ну мне такое не нужно мне нужно еще другие буквы использовать в том числе и русские и для этого можно использовать регекс открывается скобка ну а здесь в общем то указывается от а до z и от а тире до я на русском языке сейчас я это запущу в общем вот эта штука показывает что у меня могут быть русские и английские буквы в общем то весь алфавит а цифры туда попадать не будут так это закрываем нажимаем f5 ну и как вы видите у меня уже и маленькая и давайте сейчас больше букв поставлю давайте их напишу по-английски и теперь английский давайте сделаем с большой буквы и теперь даже еще по-русски сделаем с большой я не столько вам показываю сколько убеждаюсь сам что эта штука работает до работает но и теперь осталось только сюда прокинуть ну давайте еще нибудь осознанное ну такое например даром слон пойдет теперь допустим я сюда вношу еще поиск например давайте пока по-английски напишем не работает нет такого маршрута и мне осталось его только добавить и в общем как вы понимаете он будет идти надо потому что он более сложный и здесь я добавлю ну смотрите так не метка мне на самом деле да наверно будет лучше метку поставить после теоретически я могу его скопировать и после слэша поставить еще один слэш и вставить между ними и здесь написать поиск нажимаю сохранить запускаю систему открывая страницу сайта нажимаю в 5 вот запустился в 5 но и как вы видите так попал слон папа search попал search и соответственно если я здесь напишу ло ну тот самый давайте так вот как я хотел сказать столицы ну вот теоретически если здесь беру то у меня индекса нету но он будет по умолчанию мне заполняться как 0 в общем то вот такой вот принцип работы более того вот это вот индекс например и сайт ну можно убрать и подставить их но это уже как бы давайте вам домашнее задание такое будет другими словами смотрите получается так что сейчас у меня маршруты конкретные для страницы индекс они готовы при этом надо проверить давайте кстати проверим что другие маршруты при этом не пострадали надо помнить что у меня нет страницы которая называется где-то тут about по моему да и баут поэтому на нее мы тыкать не будем вот и откроем допустим привиси работает about не работает работает логин ну в общем все все как раньше да и home мне вот слова не нравится я потом выкину это неважно это уже другая история будет ну в общем что еще хотел сказать на самом деле маршруты очень важны потому что это основа работаем виси фреймворка поэтому нужно к этому внимательно относиться в противном случае придется много-много потом писать маршрутов для каждого для каждой страницы для каждого action это на самом деле ну не очень как говорится камильфо да вот так можно сказать ну и на этом наверно все всего доброго пишите правильный код и ставьте лайки а